Важнейший момент. Я очень много критикую. Кто-то обижается. Самое мягкое. Обидчики. Писали так. Ну, пожалуйста. Ну, вы, конечно, где-то правы. Ну, вы спокойно работаете. Говорите, я делаю так. Ну, пожалуйста. А это те, говорят, кто меня уже успел научить. Это пора. Ну, пожалуйста. Ну, вы уж там это. Только не критикуйте вы вот эти вот способы. Это же история. Это же люди, они не глупее вас. Они считают, что это правильно. Вы просто рассказывайте о своем. А критиковать не надо. Ладно. На какой-то момент я решил так. Да, я, у меня называют учителем, гуру, кем-то не называют. Но. Руководителем секции. Но. Дело в чем. Я решил сдать экзамен. Сейчас сдам. Большинство учителей видят плоды только в супермаркете. Это факт. Железно. И ниже я еще это буду показывать. И мордой тыкать. Может, без мата, но мордой тыкать буду. Почему? Вот. Имею ли я право? Итак. До 2015 года я уже учил сотни статей и десятки этих самых фильмов. Телевидение. Это не обманешь. Это не вот эти, что сам себе режиссер. Так вот. Учителя тоже должны время от времени проходить аттестацию. Экзамен учителя Железова. Видите, без кавычек написал. Ниже. Вот. Итак. Покупаем этот участок. Здесь сплошной. Это не дерн. Дерна нет. Годом раньше было. Или двумя. Точно не скажу. Здесь было картофельное поле. Дерн фактически уничтожен. Но травы было по пояс. Забросили перед продажей хозяева. Вот. Видите, вдали. Вот сколько травы. Вот. Так вот, мы с Сергеем... А он же... А, ну... Он же слово перепахать ему за это... Не в башку. А его умную голову убивали. Чуть не испортили умную голову. Он говорит, давай перепахать. Я говорю, нет, Сережа. Скосили. Видите? Тут слово перепахать для меня. Даже вот здесь уже хоть что-то под землей, но есть. Уже есть сервячные ходы. Там же есть сервяки? Они же не сидят на месте. Они же ползают. Это их работа такая. Уже есть. Вот мы копали. Есть сервяки, да. Пусть меньше. Подернами, я скажу, больше было бы. Значит, трогать. Даже вот такой вшивенький дерн. Чик-чик. Все равно нельзя. Вот. И... Сережа взял педмень. И, кстати, это очень легко и быстро. И очень хорошо, когда надо успеть вот так оттаять земля. Это же учеба. Вот. Я не успел создать экзамен. Уже вас учу. Даже вот так оттаять земля. Вы уже можете нагрести холл. А он прогревается и уже садится. А? Теперь. Значит, сделано. Это 2015 год. Вот. Весной. У меня памяти нет. Но как не запомнишь, когда я миллион выложил в карман. Итак. Что мы видим? Мы видим кучу... Не. Не какого-нибудь ценного удобрения. Не перепревшие опилки. А я же, извините, русский хохох. Я не могу. Как это это? А они не перепревшие. Я придумал такой способ. Даже если были перепревшие, я взял точно так же. Никаких. А потом ниже увидим, какой старший объект приводит все, что мы кладем в яму. Но это будет ниже. А пока 2015 год. Вот. И железу делают по своей технологии. Не отступая ни на миллиметр. Внимание. Вот это 15-й год. Или уже 16-й я быстро. Ну, вроде бы 15-й. Однолетними были посажены эти абрикосы. А однолетними почетно. Вот. Ладно. Но если это 16-й, то... Да нет, сильно маловато это за 16-й. Может осень-15-й. Ладно. Поехали дальше. 17-й год. Ой, что-то абрикосы быстро растут. А я еще раз. Раз учеба. Я должен экзамен сдавать. Я, блин, вам это... Не сдал экзамен. Уже вас учу. Смотрите. Душарко это для чего? Он вполне заменяет бесконечное опрыскивание. Вот возьмите. Давно нет дождя. Листья покрыты пылью. Вы знаете, они так же, как мы. И перестают дышать. Согласны или нет? На них жуки, пауки. На них тля. На них нет. На абрикосах на моих тени никогда не бывает. Ну, представь, что это слива. Представь, что это яблони. Вот. Ну, раз поработал вот так. Хорошей такой струей. И что мы имеем? А у многих же есть насосы мощные. Ну, старайтесь не сломать дерево струей. И что мы имеем? Прекрасная технология. Но только, да, Александр, вот этот самый, ну, вот еще парочку. Я сказал, ну, пока стоишь на одном месте, давай, еще несколько это. Ну, помой. Все, больше никогда не мыл, а годы шли. 17-й год. 17-й год. Неудобно было это. Я объявил сад, свой сад селекционным. Я сделал вот так. Ой, смотрите на мою морду щасилу. Господи, ну, хорошо ты как? Господи, ничего делать не надо. Ой, ходишь по саду. А здесь основа-то логические абрикосы. Это такая мощь. Лаулин подтвердил. Посмотрите, 17-й год. Я экзамен сдаю. А под ним этот самый поливший побегоносцы. Ну, это кусочками. Я перестал, ну, это, безморозная, безснежная зима замерзать верхний слой. Короче, делать газон в моем районе из полившего побегоносца невозможно. Это просто случайно так получилось. Что, это, абрикос переносил с того участка и с комом земли прихватил и траву дёрнул. Я застарался с, это, нежголыми корнями. 17-й год. Заметьте, посадка в 15-м. 18-й год уже немножко не видно. Видели? 19-й год. Вот. Но посадка годом позже, в 2016. Вот. На сибирках сдержанный рост вполне прилично получилось. Вот. И, наконец, 20-й год. Так. Подчеркиваю, бесполевая подкормка. Вот. А вот то, что артельно-прасный труд, считаю специалисты в знак вопроса. Да, действительно. Смотрите. Я не выдержал. Дело в том, что я уже раз вам показал это письмо. Но настолько красноречиво. Вроде бы всё правильно. Человек наверняка обжёгся. Всё, что там действительно, что в Поволжье, ни хрена ничего не растёт. Зимой могут замёрзнуть. Уход – это ясно уход. Если не укроешь, то ни хрена не получишь. Это всё вроде бы правильно. И вот он пишет. Общаясь с Киселёвой. Не со мной. Мне прислали. А что мне? Я прислали. Я проглотил. А что тут говорить про персики? Они даже на юге и то замерзают. А он про Сибирь говорит. Он – это, видимо, я или тот из моих сторонников. Понимаете? Даже мысли нет. Даже близко допустить, что они… И уж если в Сибири, то там они не имеют права мёрзнуть. Там только, пожалуйста, не колесься их. Вот. Вот это вот. Дураков разводят на деньги. Это получается, я вас развожу на деньги. Почему? Потому что это же реакция на мою статью или на мой фильм. Так? Смотрим сюда. И надо же обязательно, чтобы мне ещё кто-то вовремя прислал. Как бы. Я сам ничего не ищу. Вообще не захожу. И надо там такая грязь, чтобы потом безвалидового не прожить. Занятие. Зарегистрировано. Выращиваю плодовые сады. Созаплетка на систему. Работаю садовником. Приваю плодов деревья. А, плодовые деревья. Обрезка сада. Откуда? Москва. Дача ЦЗ. Московская область. Посёлок Снегири. Вот. Видите? Поблагодарили. Всё. Молодец. Это всё один к одному. Перекопировал. Потому что это ещё один мой праздник. Внимание. Это всё к тому же. Персик. Хасанский от Железова. Прививка 2011 года. 10 лет назад уже было. А сообщение 5 лет назад. Видите? 16-й год. Итак. Прививка. Напор сливы. Москва. Рейн Митина. Ничем не укрывал. Заметьте. Персик от Железова. Цветёт уже 3 года. Плоды созрели первый год. Все съели прохожие. Ой. Я там, Майя, кто-то умный выкопал. Рядом пару цветочек абрикосов. На даче растут сеянцы из Косчо-Касанского. Пока только цветение. Но ведь зараза не пропали же. А самое интересное, смотрите. Вот они мои персики. Вот они под Москвой в Митина. А? Ну. А что вот этот? Вы понимаете, что вот из-за таких вот, которые это самое, считают, что дураки те, кто в Железовом свидался. Это такой минус страшный. У меня ещё несколько вебинаров. Всё в таком темпе. Я стараюсь всё на вашу голову не вываливать. Вот они. Ёлки-палки. Ну, персик. Ну, как-то. Мой персик растёт прямо на улице. Ну, хоть ты поэта. Ну, я же ничего не выдавал. Я ни одной запятой моей тут не добавил. Вот единственный красный цвет. Вот. Видите, почему? Сказать. Потому что можно и соприть. Могут и соприть персики, и абрикосы особенно. Ну, это так, к слову. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.